Первый танцевальный квартал 2013 это около ста коллективов изо всех регионов Сибири. Ленинск-Кузнецкий среди них не затерялся, напротив, заявил о себе в полный голос на этом конкурсе. Себя показать и на других посмотреть. Для этого и необходимы подобного рода хореографические состязания. Снежана Кондакова пять лет профессионально занимается педагогической деятельностью, а с детьми работает с девятого класса. На подобного рода конкурсах важен как позитивный, так и негативный опыт. Всегда обращаю внимание ребят, у этого коллектива прекрасные костюмы, у этого отличная техника танца, а вот так работать на сцене не стоит, говорит Снежана. Когда вырастает ансамбль и становятся дети старше, то более чем на шесть человек сцены не хватает. Ну и естественно так получается, что ставку мы делаем на малые формы, на солистов. А вообще, когда дети маленькие, мы их выращиваем, естественно масса, 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 большие массовые красивые номера. Но чем дальше, чем старше, тем более серьезные номера, тем более глубокий смысл. Малые формы, солисты, это уже бриллианты наши, которые мы обработали, отточили. Это дети, готовые ко всему, которые могут сделать хоть что, хоть когда. Это вот настоящие звездочки, я считаю, что это одни из самых одаренных детей города Ленинск-Кузнецкого. Школьные преподаватели Елизаветы Пахомовой не всегда согласны с таким положением дел. Репетиции пять дней в неделю, возвращается домой солист к ансамбле современного танца «Впечатление» в 10-11 вечера. С таким плотным каждодневным графиком Лизе не до академических предметов. Но она уверена, путь выбран верный. Осталось приехать в Санкт-Петербург, получить образование, танцевать и готовить подрастающее поколение. Далеко позади осталась ее первая тарантелла на большой сцене и связанная с этим волнение. Еще дальше тот день, когда мама предложила. Когда я еще не ходила на танцы, мама видела, что во мне очень много энергии, я постоянно бегаю, прыгаю. Ну и в один день мама забирала меня из школы. Говорит, что пойдем, запишу тебя на танцы. Я говорю, нет, нет, мама, я боюсь. Она говорит, да что ты боишься, пошли. Ну, с семи лет я вот начала заниматься танцами. Большинство известных танцоров состоялось благодаря поддержке их мам. И эта традиция продолжается и у начинающих. Тех, кто только встал к хореографическому станку. Снежана уверена, без помощи и поддержки ее мамы Светланы, тоже хореографа, она не смогла бы выбрать верное направление в жизни, стать руководителем ансамбля и, конечно, продолжать танцевать.